Без электричества, тепла и самого необходимого. В современном мегаполисе, городе-миллионнике, Донецке, в сырых и темных подземельях сегодня живут люди. Как война и непрекращающиеся обстрелы жилых районов города заставили дончан с маленькими детьми перебраться в подвалы и бомбоубежища. Об этом сегодня расскажем в эфире всем миром. Вы увидите эксклюзивные съемки в студии Катерина Остружко. Здравствуйте. Посмотреть в глаза людей, живущих в бомбоубежищах Донецка, услышать, каково им приходится на самом деле. У нас есть возможность прямо сейчас. Что надеемся, когда вы живете, не знаю, рядом и не нужно собраться. А она там не убрана. Да, я понимаю, все бы пропадало. Ни картошку, ни помидоры, ничего там не убрана. Мы не знаем, что там связываться не с ним. Вот так я и не знаю. Да, сильнее сидели, даже могли сюда выйти. Летало, тут свистело, взрывалось. А вот же на Афинском. Мы, типа, прилетали сюрпризы нам. Взрывалось. Людей пострадало. Тут и сидели так. Ну, сейчас вот сегодня вышли хоть вдохнуть воздухом. Какое жилье вы не знаете? Пострадало, нет? Ни связи, ничего. Выходим звонить, а связи... Связи нет. Входит свет сегодня. Нет, когда вчера, по-моему, дали свет. Без света тоже свет. А вода есть? Вода вчера дали вечером. А так не было ни воды, ни света. Кошмар. Везде. Ни по трех людей газа не было. Вот, повыбивало. А вы откуда? Вообще, из Украинска. Приехали к родителям в гости, и уже три месяца. Не можем уехать. Мы находимся на линии огня. Мы от Марьинки в трех километрах. Туалет на улице. Вода есть на помещении школы. Техническая вода или это нормальная вода? Нет, это нормальная питьевая, но все равно рекомендовано ее кипятить в течение 5 минут. Электричества здесь нет вообще? Электричества нет. Третий месяц. А, это в этом районе вообще нет третий месяц? Да, в этом районе идут уже военные действия, поэтому не успевают. Как бы делали, бригады выезжают, делают все это. И опять военные действия начинаются. Опять этот свет же шапот. А сколько вы времени здесь уже провели? Именно моя семья месяц. Ага. А люди? Тридцать два дня. Люди три месяца, четвертый месяц. Живут постоянно здесь, не выходят к себе домой? Ну, домой выходят, а как же. Мы домой наведуемся обязательно. Как только затишье, мы едем в свои дома, наведуемся. У нас же животные подставались. Ребята, как вас зовут? Я. Ваня. Иола. Иола? Да. Красивое имя очень. А вы откуда? С Мариинского района. Вообще с Мариинского района. В интернате, да? Да, в Мариинске. Ну, раньше вы учились как бы в интернате, а потом вы снимали квартиру в Мариинске. Пока мы не начали стрелять, мы сюда приехали. По знакомым сказали, что бомба убейшая есть, приехали сюда. Он у вас не родственник? А родных вообще нет? Ну, у меня родственники есть, они у них уже с них правка. А давно здесь уже? Ну да, в мае месяце. Часто приходят за бомбой убежище сидеть? Очень часто. Очень часто, довольно и, так сказать, в разное время. Бывает, два ночи, три, часто угадать. Было такое, что Баха где-то далеко, через пять минут, даже меньше, через две, падает рядом. 50-60 метров. Вот школу нашу, бурса, магазины, все, люди погибли. В четвертом доме там сидят. Там полностью дом сгорел Соколовского. То есть не угадать, невозможно. Сидишь, как-то в борошевой бочке. Правду о том, сколько боли и страданий пережили эти люди, может знать только человек, пообщавшийся с ними лично. Бесстрашная девушка, везущая еду, воду и лекарства жителям бомбоубежищ Донецкой области, даже под обстрелами, у нас в студии. У нас в гостях Марина Черенкова, волонтер и координатор инициативной группы жителей Донбасса, ответственные граждане. Добрый вечер, Марина. Добрый. Марина, мы только что увидели действительно, я не скажу, что шокирующие кадры, шокирующие кадры еще впереди. Сегодня мы очень много покажем нашим телезрителям. Мы увидели людей, которым на сегодняшний день, в 21 веке, в огромном городе приходится жить, приходится дочевать, приходится растить и воспитывать своих детей не в квартирах и домах, а почему-то в бомбоубежищах. С чего началась работа по помощи этим людям и как это было? Можете сейчас вспомнить. Ну давайте я сначала начну. Большое спасибо за такое представление. Во-первых, со мной работают много девушек и много смелых людей. И у нас организована работа по экипажам. Мой экипаж это я и Дмитрий Шибалов, который, я надеюсь, тоже появится когда-нибудь в этой студии. Сегодня? Сегодня в этой студии. У нас абсолютно все равноценные люди, выезжают все. И вы видели на видео и Энрике Менендеса, и Евгения Шибалова, и Ольгу Кассе, и Антона Синявского. Еще очень много людей, которых, к сожалению, я не могу перечислить. Все эти люди выезжают и все эти люди для себя сделали определенные выводы. Первое. Мы не уезжали из Донецка, и мы видели, как все это развивается. Второе. Когда мы увидели, как все это развивается, мы пришли к такому умозаключению. Коль скоро кому-то повезло больше, и у этого человека есть больше сил, соответственно, он должен помогать тому, у кого этих сил меньше. Вот от этой точки мы начали, собственно говоря, отходить. Я сегодня сказала уже несколько раз слово бомбоубежище, но как мы видим на экранах, как мы видели в предыдущей съемке, многие люди, по всей видимости, живут не в убежищах, а это какие-то подвалы или какие-то укрытия. Где на самом деле находят безопасность эти люди? Так ли это действительно убежище? Замечательный вопрос на самом деле, потому что если мы говорим о классическом бомбоубежище, то мы понимаем, что их природе не может существовать. Единственное более или менее похожее на бомбоубежище помещение находится на шахте Льядивка. И оно более комфортно только потому, что мы понимаем, что на шахте остались работать маркшейдеры, инженеры и рабочие, которые понимают, каким образом можно очистить, завести вентиляцию, поставить хотя бы какой-то обогрев. И это очень важно. Вы правы в том, что в подвалах и в тех бомбоубежищах, которые были построены для использования во время Второй мировой войны, вот в этих оставшихся помещениях сейчас люди живут. Нет, безусловно, вентиляции. Безусловно, сырость, антисанитария. И все, что мы по списку можем придумать, все это там есть. То есть люди обустраивают сами. Безусловно, сами. Никто не готовил бомбоубежище для людей. Выходит, что нет специальных мест, куда дончане могут прийти и спрятаться. Люди сами обустраивают подвалы, они сами приносят какую-то теплую одежду, они сами пытаются бороться с сыростью, сами находят какую-то возможность в этих помещениях выживать. Ну, вы абсолютно правы, мне ничего добавить. Только нужно вот такой параллель провести. Сначала дончане помогали дончанам, то есть вместе вычищали. Потом, это был первый этап, да, потом украинцы помогали украинцам, а потом уже дончанам все помогали, ибо понимали, что так дальше в таких условиях ни дети, ни женщины, ни старики выжить не могут. Если сегодня мы говорим, что мы охватываем порядка семи бомбоубежищ, те, которые мы знаем и переведем, передается это все, знаете, как сарафанным радио, если кто-то узнал о нас, и мы сделали что-то для одного бомбоубежища, то моментально люди сами между собой перезваниваются и говорят мне, где, говорят нам, где находятся те или другие подвалы. Вы абсолютно правильно говорите, не бомбоубежище. Или, скажем так, места, где люди чувствуют себя более защищенными, чем дома. Да, чем дома. Есть ли в этих подвалах канализация? Нет. Есть ли в этих подвалах ничего нет? Нет. Ну, мы с вами взрослые люди, мы должны понимать, что если мы говорим об окраинах Донецка, значит, мы должны говорить правду, а правда заключается в том, что и в мирное время там не все было замечательно. Соответственно, изменений к лучшему быть не может. Каким образом там люди моются, готовят еду? Возможно ли это все? Я сейчас называю какие-то абсолютно необходимые, первостепенные для жизни человека вещи. Но в этих помещениях разве это возможно делать? Как женщины с детьми? Часто очень даже с маленькими детьми, а может быть даже и с младенцами. Не может быть, а и с младенцами. Вы абсолютно правы. Ну, давайте я рассказываю алгоритмам, как все происходит. Сначала мы выезжаем с бомбоубежища для того, чтобы понять, сколько людей, безусловно, посмотреть на состояние бомбоубежища. Из этих людей определить группы людей с ограниченными возможностями, женщин, детей и пожилых людей. И от этого начинаем составлять уже продукты, лекарства и утепление. Под словом утепление мы говорим не только об одеялах, но и об обуви для детей, взрослых, стариков. Под медикаментами мы говорим сейчас очень важную вещь. Мы говорим не только о том, что есть специальные медикаменты для детей. Мы еще и говорим о том, что для стариков существуют так называемые пожизненные лекарства, без которых они просто не могут жить. И от этого начинается дальше то, что называется историей или нератив. Второй приезд. Закрывается потребность, как правило, с едой и гигиеной. И третий приезд, уже индивидуальные подходы. Ну вот как-то так. Давайте посмотрим один из ваших визитов в бомбоубежище одного из самых обстреливаемых районов Донецка, Петровского. Первое видео прямо сейчас вашему вниманию. Дим, ты здесь? Да. Давай сюда, смотри. Люди отсюда с работы уходят. Да, да. Вот здесь селлажи закреплены. Ну что, сегодня мы тут уже стоим на работе. Семь здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у кого селлажи подняты, это люди на работе. Так. Прямо отсюда на работе. А давно вы здесь рвете? Уже 3 месяца, 2,5 месяца. С июля. Ну вы не постоянно же здесь уходите. Постоянно. Мы уходим. Мы думали на них. А некоторые вообще постоянно, они люди, которые есть дома пострадавшие. Так, ну давайте конструктивно. Первое, еда есть? Ну, конечно есть, но как? Есть такие люди, у которых нет вообще. Нет, первое, еда. Давайте дальше. Что по поводу одеял, не одеял? Это у вас все принесено с дома. Да, с дома. У кого что было? У кого что было? Давайте третье. Дезинфекция. Туалет, не туалет. Ничего нет. Ничего нет. Просимся к людям в туалет. Поняла. Воды нет. Да, воды нет. По семьям маленьким детям закрыли вопрос. По бабушкам понятно. Теперь внимание. Это к вам, наверное. Скажите мне, какие лекарства в первую очередь? Ну, врачебина, это панадол. Внимание, вопрос не только о детях, но и о взрослых. Если вы здесь 3 месяца живете, здесь нет вентиляции. Ну, это тоже с дома, то что были лекарства, вот это бабушки, что все подойдет. Как давление, жаропонижающая, головной боли. А мне нужно отцу на ком, у него болезнь Паркинсона, я не могу нигде достать. Мы делаем следующим образом. Мы никуда не торопимся. Приезжают на разведку для того, чтобы доставить потом качественно. Я сейчас прокомментирую. Можно это видео? Да, конечно, Марина, пожалуйста, прокомментируйте то, что мы сейчас видели. Вот эта бомбоубежище, она достаточно знаменитая. Знаете почему? Потому что она расположена... Оно классическое бомбоубежище со времен Второй мировой войны. И потому что оно находится в так называемом частном секторе, естественно, его не успели ни приватизировать, ни сделать ничего с ним. Оно никому не было нужным. Это бомбоубежище известно еще тем, что в нем живут много детей. Много детей и очень долго. И об этих детях прекрасно написала журналистка «Украинской правды» Катерина Сергацкова. Один из немногих журналистов, который в Донецке был июль и август, и простите за личность такую, но человек, который понимал, что такое бомбоубежище, когда начинала работать артиллерия, мы вместе все убегали в парадное или в ближайшее бомбоубежище. То есть вот это один из тех случаев об иностранных журналистах, я потом скажу, когда профессия журналист для меня стала уважаемой профессией. Вот всем тем людям, которые стараются попасть к нам и стараются очень правдиво, не меняя своих взглядов, подчеркиваю, не меняя своих взглядов, просто правдиво отразить реальность, все благодарны, очень благодарны. Более того, после того, как Катерина была у нас несколько раз, люди, увидев детей из Киева, просили разрешение их забрать. Говорили о том, что мы можем их приютить, да, пожалуйста, мы можем их приютить. Пускай только люди согласятся с нами поговорить и приехать. Для нас в этот момент это не просто колоссальная поддержка моральная, это не просто уверенность в том, что мы не одиноки. Для этих людей это мост в реальную жизнь. Я видела, что вы очень четко ведете диалог с людьми, вы спрашиваете, что им нужно, но тем не менее, я думаю, что вас тоже обуревают эмоции, Марина, потому что, как мы уже упоминали, это очень обстреливаемые районы, вполне возможно, пока вы общаетесь, там на поверхности идет самая настоящая бомбежка. Как справляетесь? Ну, мне сложно ответить на этот вопрос. Я уже говорила, что у нас группа очень многогранная. Каждый себе выбирает партнера. Экипаж состоит из водителя, безусловно, и сопровождающего, который может выполнять разные, не может, а все выполняют разные функции. Это и грузчик, и навигатор, и пилот второй, все что угодно. У нас экипаж с Дмитрием Шибаловым, ну, нам страшно, безусловно. Но я думаю, что в силу разных причин, наверное, мы просто привыкли. И это ужасно мне сейчас говорить, потому что я хотела сказать о человечности и о том, что происходит с психикой, но, наверное, я не буду этого говорить в эфире. Мне страшно это сказать. Да, я привыкла. Я очень четко знаю, сколько перезаряжается град для того, чтобы нам успеть переехать и довести до следующего бомбоубежища еду и медикаменты. Несвойственные женщине знания в 21 веке. Вот, Кать, я не хотела бы, чтобы сейчас делили на женщин и мужчин. Мне кажется, что война, она делает все честнее в одном плане. Существует человек, поведение человека, мужчина, женщина, ребенок, пожилой человек. Сейчас это не важно. Вот сейчас это не важно. Всем одинаково страшно, всем одинаково тяжело. Я с вами абсолютно согласна. Марин, расскажите об этих людях, которых мы видели только что. Кто эти люди, где они жили до этого, есть ли у них родные, получают ли они какую-то еще помощь от кого-то, возможно, кроме как от вашей инициативной группы. Ну, я сейчас чуть-чуть повредничаю и вам скажу, кто эти люди. В первую очередь, это люди. Эти люди, которые жили там, их дома разрушены или частично разрушены. Эти люди, которые очень четко знают за три месяца, сколько времени им понадобится, чтобы добежать до этого бомбоубежища. Эти люди очень четко вычисляют, сколько времени им нужно сходить, проверить дом, приготовить там еду, если успеют, и вернуться обратно. Если дом цел, и он стоит на месте. Да, безусловно, безусловно, да, безусловно. То есть, это люди, которые научились жить в таких условиях. Чем удается вам этим людям помогать? Еда, медикаменты, мы уже немножечко говорили об этом сегодня. Возможно, какие-то особые потребности, и кому-то нужно что-то, что-то такое, не похожее на всех остальных. Ну, вот индивидуальные какие-то такие вещи. Я вам расскажу о 106-й школе, потому что это, наверное, бомбоубежище. Я не знаю, если вы заходите в нашу группу «Ответственные граждане», вы увидите, что Дмитрий Шибалов сделал ролик именно о 106-й школе. Это ужасная история. Когда мы приехали сначала на разведку, мы привезли, и я увидела детей. Там очень маленький ребенок до года. Ребенка зовут Лиза. Ребенок ночует, спит, живет в непроветриемом, темном, без электричества и воды помещении. Но ее сестра Саша, которой 5 лет, активная маленькая, прекрасная девочка, которой я привозила вещи своих детей. И я привезла ей куклу. И так случилось, что куклы не стало. В силу разных причин. Ну, вы понимаете, что иногда ты бежишь, или иногда ты выбегаешь, ты теряешь. Во время стресса теряют все обладания, дети в том числе. Она очень плакала, потому что потерялась кукла эта. Мы привезли все продукты, все медикаменты. Мы отъехали, и через 15 минут по дороге, куда мы завозили пятью машинами, все, кстати, с Катериной Сергацковой, попали какие-то снаряды. Я не военный эксперт, не буду претендовать никогда на анализы этих вещей. Но суть заключается в том, что по той дороге невозможно было проехать. И люди нам позвонили. Позвонили уже поздно вечером. И попросили приехать, потому что им страшно. Потому что после того, как утром все было хорошо, они были счастливы. Вечером уже было все плохо. И не было воды, и они не могут добраться до еды, и им просто страшно. А девочка плачет, потому что у нее потерялась кукла. Маленькую девочку Сашу и Лизу, и даже Сашину куклу мы еще успеем увидеть в нашем видео. Сейчас я предлагаю посмотреть еще одно бомбоубежище, которое находится в Донецке на Лидиевке. Шахта Лидиевка. Включи свет! И вот рождение. Все средние. Люда, делай вот это. Не надо меня. Меня он с этим. С лопаткой. А где обувала? А где обувала? Вот тогда, да. Вот комендант. Конечно. Он комендант в доме убежит. Да, да. Ты же тут иди, что-то. Отдельно на детей нет? Нет, тут все. Там же, там форты, но я не так, чуть-чуть не оборудовала. Ну, это очень зашат. А тут много люди находятся, только по оставляю. Все понятно. Все понятно. А эти тут вот так. Тут есть. Ну, туалет, туалет. И помнился, еще уставили. Туалет я строил, когда-то еще после войны. Воды здесь нет. Тут уже трубы прогнили. Просто, ну, если будут ходить в туалет, тут не задохнуть. Я услышала. Туалет поставили на улицу. Шахта поставила. Там туалет стоит. Все, вот сразу же бомба убит. Ну, и вот здесь вот комната. Ну, и здесь комната тоже. Ну, здесь оттапа. Ну, если бы мы были на Петровке просто там, капец вообще. У вас здесь цивилизация. Если бы вы видели, что мы видели. Вы знаете, что тут было? Тут было... Не, ну, просто... Не шахта. Сами принесли вещи. Сами люди как-то стараются. Это все высушивали. Мы сами бегаем. Сами, да? Да, да. Ну, к шести уже все. К шести уже все тут, да? Да, да. Потому что мы с ним в такой зоне нас темляют постоянно. Вот такой нетомный Донецкий вечер. К шести вечера все находятся уже в бомбоубежище, получается. Марин, скажите, с кем вы сотрудничаете сегодня? С кем сотрудничают ответственные граждане? Кто помогает поддерживать в такое нелегкое время дончан, которые вынуждены жить в подвалах, вынуждены жить в убежищах? Начали помогать сами дончане друг другу. Это нас безумно радовало, потому что мы всегда как-то не отличались, знаете, с самопомощью друг другу и самоорганизацией. Начали помогать друг другу очень серьезно. Безусловно, нравится это кому-то или не нравится, но факт остается фактом. Фонд Ахметова – это единственный на сегодня крупный оператор, который кормит практически во всех доступных городах, области. Помимо этого, у нас позже, из-за того, что мы так или иначе связаны с международным сообществом, к нам обращались за консультацией и позже понимая, что мы делаем, мы работаем с people in need, мы работали до того, как трагически погиб логист АСЕРШСИ, это Международный комитет Красного Креста. Мы с самых первых дней очень плотно, абсолютно идеально, работаем с врачами без границ, и это наши самые надежные партнеры. И практически сейчас мы работаем со всеми. У нас главный принцип – мы нейтральны. Наша главная задача в это тяжелое время – не потерять человечность, не расчеловечиться и помочь другим. Когда все закончится, это будет уже другая история, и, наверное, она не будет с нами связана. Спасибо за то, что вы делаете. Марина у нас в гостях была. Марина Черенкова – волонтер инициативной группы жителей Донбасса «Ответственные граждане». Как живется самым маленьким обитателям подвалов и бомбоубежища о детях войны, у которых забрали счастливое детство? Без комментариев далее. Девчонки, пойти сюда, девочка, девочка. Прости меня, прости, пожалуйста, я не знала этого. Это Лиза наша с дочи. Это доча моя. Тотя твоя. Тотя. Что сделать? Это твоя сестра? Лиза. Лиза красивая. А тебя как зовут? Саша. Саша, а тебе сколько лет? Пять. Пять лет. А ей было одиннадцать месяцев. Ей годик был двадцать. Да, уже годик. Не страшно? Не страшно. Не страшно уже. Часто бомбят вас. А много тут деток еще. Да. Как заводность? Вероника. Вероника, сколько лет? Годик. У водик Вероника. Четвертая она. Я знаю. Она звонит. Четвертая она. Я знаю. Вы тоже, да, выезжать не готовы? Я боюсь. Голубыми глазами. Все. Все. Ну а что выйдет? Не знаю. Не знаю, по лишней хочу. Каких шесть? Ну а тут страшно. Езжать страшно. Теперь. Мы решили все-таки остаться. Как часто обстрелы у вас? Каждый день. Кирилл, хорошо, тебе здесь не хватает. Скажи нам. Печенье, конфеты, что-то надо? Я говорю, что... Так, ладно, дуй вниз, а то гремит. Мы продолжаем сегодня в эфире говорить с теми, кто видел и знает страшные реалии жизни в Донецке сегодня и помогает людям в них выжить. У нас в гостях Дмитрий Шибалов, волонтер инициативной группы жителей Донбасса «Ответственные граждане». Добрый вечер, Дима. Дима, мы уже немножечко с Мариной поговорим. Поговорили об условиях, в которых находятся сегодня дончане, жители области, об этих страшных и сложных условиях. Если говорить о цифрах, как вы оцениваете, сколько примерно людей сейчас живут в бомбоубежищах и в подвалах? И сколько из них, возможно, детей? Так вот, если в десятках, в сотнях их можно сегодня считать? Я могу говорить только о тех убежищах, где мы были. Это 7 убежищ в общей сложности, это более 500 человек. Более 500 человек. Более 500 человек, да. Из них там пускай сотни-две живут там постоянно, остальные ходят домой, ходят на работу, возможно, куда-то могут идти, остальным идти просто некуда. А у этой части людей домов уже нет. Детей много, может, 50-100. Ну, опять же, сколько всего сейчас в убежищах живут людей, одному богу известно, потому что даже мы еще не до всех добрались. Мы можем говорить сегодня о том, что это не десятки, это счет на сотни. Это сотни и тысячи. Как меняются потребности этих людей? Вы уже достаточно давно работаете с убежищами, достаточно давно помогаете. Что сегодня нужно, что сегодня необходимо больше всего? Скоро наступают холода, возможно, какие-то потребности появляются сейчас. Ну, правильно вы говорите, да. Именно в связи с тем, что холодает, огромная потребность это тепло. Я не знаю, во всех его проявлениях это теплые вещи, это утепление самих убежищ, это обогревательные системы в те убежища, где есть свет, где нет света, там, я не знаю, что-то надо придумывать. Допустим, элементарно утеплить стены какими-то одеялами, либо каким-то материалом, это уже повышает температуру в убежище на 2-3 градуса. Если мы добавляем к этому какой-то отопительный прибор, то, соответственно, можно уже как-то согреться. А давайте посмотрим еще одно бомбоубежище. Оно находится за Петровкой, на Трудовских, эксклюзивные кадры, смотрим. Это наша вытяжка. Работает вентиляция? Да, она была забита, наши мужчины очистили, собрались вместе с этим домом, с шалючей, уже как-то взборали. Да, у нас есть. 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 Клар. Наш апартамент. Оно хоть пустое? Да. Ну да. Не, но вчера было сильно. Вчера сильно бахали. Сильно. Сграда все. Сграда. Я на работе была, а муж мой с ребенком, вот, соседка, подруга. Они здесь были. Ну, где работаешь? В Сирбольнице. В Сирбольнице. В первой. На Победе? Нет. Здесь на... Где блокпост? Да, где блокпост. Самое опасное место. Лечим больных. Люди выезжают. Больных людей привозят, которые не ходят. Старые люди. Мы на них ухаживаем. Война не война, а лечить людей на труд. Да, молодежь потекала, а пенсионеров поздали. Многие остались, которым некуда ехать, у которых нет денег. И работают как-то. Сколько человек у вас здесь примерно? Примерно. Ну, человек, наверное... Ага, а ты что говоришь? Больше. Больше. Больше здесь. Больше. Здравствуйте. Вот, проходите. Проходите. Здравствуйте. Вот оно все. Еще дальше. Еще дальше. У вас тут холодно, я чувствую. Да, вообще. Ну, а тут уже все болеют. Вот здесь. Вот. Холодно, сыро, страшно. Дима, когда вы приезжаете с ответственными гражданами в Киев, я не знаю, в поисках помощи, поддержки и рассказываете людям, киевлянам о том, что происходит в Донецке, возможно, вы показываете им какие-то кадры, ведь все это снято ответственными гражданами. Все это снято ответственными гражданами. Как реагируют киевляне? Они удивляются, они знают, в каких условиях живут сейчас дончане? Насколько страшно и тяжело? Мы говорим об этом давно еще. Как только мы организовались в июне, мы приезжали, мы рассказывали, как живут люди. Люди, ну, признаюсь честно, не хочется никого обидеть, но люди, кто-то не верил, кто-то верил, но сомневался, собственно, поэтому и родилась необходимость все это снимать, фиксировать, потому что нам нужно было рассказать о том, как живут люди, чтобы люди это видели, потому что это действительно проблема. И эту проблему надо решать. Пускай мы своими силами, как можем, понемножку, понемножку, но мы должны это делать. Мы начали сами, то есть жители Донецка, начали помогать жителям Донецка. Впоследствии мы сделали группу на фейсбуке, благодаря чему люди из Украины, люди из России, люди из зарубежья тоже увидели, что происходит. Они увидели, как живут люди. Они просто осознали масштаб этой трагедии и тоже начали нам помогать. На самом деле эти кадры для многих станут шокирующими, потому что не все действительно сталкивались, видели и знают о реалиях жизни в Донецке сегодня. Дим, только ли окраины города страдают от обстрелов? Насколько тяжело приходится этим людям, которые прячутся, скрываются в подвалах окраин? Возможно, в центре ситуация не лучше. Ну, для тех, кто знает город, ветка – это окраина? Нет, это центр города, я бы даже сказала, Киевский проспект один из центральных. От Донбасса вены отпала часть секции, вылетали стекла на бульваре Шевченко. То есть, я бы не сказал, что только окраина. Безопасного места в городе нет? Уже нет. Если подбить такой первый, а может быть и не первый далеко, но промежуточный итог работы ответственных граждан, кому, чем и в каком масштабе удалось помочь уже сегодня и какие у вас планы на дальнейшую работу? Ведь, как уже говорила в этой студии Марина, есть люди, которые помогают, есть люди, которые подключаются, есть какая-то поддержка, сочувствующие люди, которые действительно вас поддерживают в вашей работе. Глобальные итоги подводить пока еще очень рано. Мы работаем три месяца, да, за это время мы смогли наладить работу с несколькими фондами. Допустим, спасибо фонду Акметова начал большую работу делать, а основная часть того, что мы делаем, это делается на деньги просто добровольных пожертвований, людей, которые сами присылают нам деньги на счета. Мы смогли помочь в больницах многим пострадавшим после обстрелов. Это адресная закупка лекарств, срочных лекарств, послеоперационное восстановление либо дооперационное. Это обеспечение семьи убежищ, которые мы не просто однажды обеспечили, мы ездим туда постоянно. И с каждым, с кем мы начали работать, мы продолжаем работать постоянно, потому что потребности меняются, количество людей меняется и нельзя помочь и бросить. Если ты туда приехал, то нужно все равно держать контакт с людьми и помогать им постоянно. Большое спасибо международным организациям, это врачи без границ, которые привезут, уже привезли одеяло теплое, привезут еще, пообещали. Это фонд People in Need, это чехи, они помогли нам финансовым грантом, и чтобы мы тоже смогли обеспечить убежище именно продуктами, гигиеной, лекарствами, то есть комплексно. Наша цель – доставить людям помощь. И мы хотим, чтобы все, кто хочет помочь, кто хочет что-то сделать, но у него, может, не получается, может, кто-то боится, может, кому-то не дают, ну, разные есть ситуации. Это наша задача, чтобы эта помощь дошла для людей, и чтобы люди не остались брошенными в беде. В конце эфира мы обязательно покажем ваши координаты, и все, кто имеют возможность и хотят помочь, конечно же, смогут это сделать. А мы продолжаем вас знакомить с бытом дончан, которые сегодня, исходя из ситуации, остаются в убежищах, остаются в подвалах, еще одно бомбоубежище в Донецке, которое навестили ответственные граждане. Мы сами его открыли, никто даже не знает за это. Сами очистили, наверное, да, и свет провели. Сами свет мы провели от дома, с квартирой чужой. Холодно у вас тут. Да, вот тут сыро было, сейчас чуть-чуть лучше стало. А с 11 июля это мы здесь. Сколько человек у вас примерно здесь, у вас собачка? Сразу было у нас, у нас даже список есть. Потому что он это учитель. Сейчас его... Результаты труда ответственных граждан в видеоподборке далее. Как группа простых дончан из нескольких человек помогает выжить взрослым и детям в родном Донецке. Ух ты! Мы приезжали сюда, мы под рекомендаем, мы все понимаем прекрасно, стараемся что-то сделать. Мы все понимаем прекрасно, стараемся что-то сделать. Ну давайте, мы с собой. Ну давайте, мы с собой. В коровках не знаю. В коровках не знаю. Там уже все включили. Не переживайте. Сейчас пойду кого-то приглашать сейчас. Паукан. Паукан. Держи, это твое, кстати. Точно, одеялко тебе сразу, на. Будешь кутаться. Что сказать? Ладно, чтобы не замерз. А то мы привезли и памперсы, и питание. Паукан. Не, подожди. Смотри кому-то. Ой, ты чего? Заяц в тебе. Сейчас это... Это мамой. Вот, подайте большого мешку ему. Кому это попасть? Паукан. Идите за шоколадками. Давай, давай, давай. Держи. Давай, давай, давай. Держи. Иди, дасть! Иди! 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 Видели, что у нас происходит, у нас люди остались вместе с вами. Как вы ее назовете? Как ее? Как ее? Куда выгружать удобнее, чтобы... Нормально? А вы скажите... А вы скажите... Мы... Мы... Мы донецкие. Мы донецкие жители. Прописка Артема. Приходите в гости. Напротив Донбаскала. Улица Артема. Да. А вот такой... Не подойдет вообще? Как ты считаешь? Мы тоже донецкие. Рожденные цветы. Скоренные в начале. Я паспорт вам покажу. Поэтому у нас есть донеские соседи. У донецких жителей подойдет. Ну? Ну? Мама! Мама! Красивая! Нет, ну скажи! Это же другое дело! Подойдет? Это же другое дело! Разы! От свороса! Смотри! А вот это может быть и не очень хорошо, но зато это теплое будет. Не хочешь? Да. Сейчас. Давай. Лекарства? Нет, лекарства. Как можно помочь ответственным гражданам материально в инфографике? Далее, как я уже говорила, все желающие помочь, конечно же, могут это сделать. Инициативная группа жителей Донбасса «Ответственные граждане» 066 56 716. Для желающих помочь. Номер счета в банке «Пумп» 26 25 69 75 91 40 36. Владелец Дмитрий Шибалов. Номер карты «Приватбанка» 51 68 74 23 48 73 67 98. Владелец Евгений Шибалов. Ну, конечно же, мы напомним, что, как вы уже сказали, Дима, есть группа в социальной сети, где существует определенная и отчетность, и можно посмотреть, чем занимаются ответственные граждане. Ну и, наверное, подключиться к вашей работе. На этом все. Встретимся во вторник после времени новостей Донбасса. В студии работала Екатерина Остраушка. Берегите себя.